Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Апостол Павел пишет китом, «Чтобы ты довершил не до оконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказал». Здесь мы видим прямое указание на то, чтобы уполномоченный апостолом человек, епископ, поставлял пресвитеров. То есть это указание прямое на обоустановленную иерархию церкви, которая существует и до ныне. Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча чему не должно, и с постыдной корысти. По сей причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлением людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но оскверненные и ум их, и совесть, они говорят, что знают Бога, а делами отвлекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу. Ты же говори то, что сообразно со здравым учением. Действительно, человеку, у которого осквернены грехом и ум, и совесть, объяснить и доказать что-либо невозможно. Он во всех окружающих видит только то, что созвучно его душе, с тем, что ему близко и что его заботит и возбуждает. Поэтому люди, жадные и завистливые, будут всегда обвинять верующих и прежде всего священнослужителей, что они служат только ради наживы, что все попы толстые, бездельники, воры и ездят на мерседесах. Люди, склонные к насилию и половым возвращениям, всегда будут видеть в церкви только педофилов, блудников и извращенцев. Властолюбивые будут утверждать, что попы и вообще все верующие хотят власти, хотят управлять этой страной. И только ради этого и живут, и священники только для этого и идут на это служение, чтобы влезть во власть, рулить страной и даже самим президентом. И много чего еще другого говорят. Вот сколько грехов, столько и обвинений. Как в народе говорят, на воре шапка горит, который, как известно, громче всех кричит «Держите вора». Еще есть огромная армия сектантов разных мастей, извращающих писание и предание церкви и обвиняющих нас непрестанно. Им же нет числа. Поэтому всем нам не стоит обращать на них внимание, на этих людей со скверненным умом и совестью, не слушать их басни, не вступать с ними в полемику, так как диалога не будет. Для них важно, чтобы на них обратили внимание в принципе и вступили с ними в пререкание. Это их заводит, возбуждает и придает значимости в своих глазах и в глазах им подобных. То есть беседуя с ними, значит они что-то важное такое говорят, раз с ними спорят. Мы все прекрасно знаем, что лучшее оружие против дьявола, отца лжи и бесов, это не обращать на них внимания, уклоняться от их нападок и не вступать с ними в разговор. Помните, с чего началось грехопонение всего человечества? Ева отошла далеко от своего мужа и вступила в разговор с посторонним. И пострадали все. Поэтому лучшая защита это уклонение, то есть полный игнор. В последнее время у нас появилась новая болезнь. Многие переболели, немало людей погибло. И гибнет по тысяче человек каждый день, как при боевых действиях. Мы молимся за этих людей. Кто-то привился по рекомендации врачей, а кто-то боится прививок. И ничего бы страшного в этом не было. Это свободная воля человека. Но почему-то часть из этих боящихся людей, противящихся власти, считающих, что власть ущемляет их права, может быть так оно и есть. Но они вдруг решили, что их решение не прививаться каким-то образом связано с верой в Бога и с православием. И вот мы видим, как на просторах интернета и не только разворачиваются нешуточные баталии между православными. С одной стороны люди привитые, которые уповали на волю Божию, помолились, пошли, привились. А с другой люди, которые боятся прививок. И вместо терпения скорбей и гонений, как они утверждают, что они терпят эти скорби и гонения, они начинают нападать на тех же верующих людей. Устраивают политические митинги в церковном сообществе, обвиняя привитых в измене Богу и Церкви. И начинается вот это пустословное богословствование. И каких-то старцев приплетают с пророчествами, и начинают из писания кусочки вырывать, и трактовать по своему желанию, видев привитых отречения от Христа и даже печать Антихриста. И такое начинают нести, что диву даешься. Некоторые утверждают, что привитые священники безблагодатны, и таинства их недействительны. А любой православный знает, что тайный совершитель в церкви, сам Христос и таинства не зависят от греховности священнослужителя. Если бы было по-другому, то любой грех любого священника не позволил бы Христу нас причастить своим телом и кровью. Церковь исчезла бы уже давно, поэтому утверждать такое кощунственно. Заявляют примерно, что прививки у человека меняют геном, и он становится как бы генно-манифицированный. То есть некий такой неполноценный недочеловек, и все, конечно, становятся бесплодными. И много чего еще ужасного и страшного. Всего не перечислить, там фонтан неистекаемый бьет. Вот могу про себя сказать. Совсем свежие у меня случаи в семье. Сам я переболел, вся семья у меня переболела, и даже грудничок, внучок переболел. Не переболели только два человека в нашей семье. Это моя дочка, которая младшенькая, я попросил привиться, и муж ее, которую заставили на работе привиться ранее. И вот три года они не рожали детей, и после прививки произошло чудо, и все получилось. То есть штрих-код показал, что будет у меня еще один внук, Бог даст. Вот, поэтому, как бы, это есть слова, а есть правда. А там, где ложь, там Бога нет. И все по Писанию, вот как мы сегодня читали. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, каковым должно заграждать уста. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Ты же говори то, что сообразно со здравым учением. И вот тут мы слышим слова нашего архипастыря, патриарха Кирилла, который, следуя заветам апостола Павла, именно этим и занимается в масштабах всей нашей русской православной церкви. Вот совсем недавно он сказал, как вам известно, сам я вакцинировался еще в прошлом году, на основании рекомендаций врачей. При этом убежден, что вакцинироваться или нет, это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта. В связи с этим совершенно недопустимым является злоупотребление пастерской властью, поэтому и подобным вопросом, то есть тут он священников обличает, которые, есть такие священники, которые взяли на себя ответственность, там, говорит, ты прививайся, ты не прививайся, тебя буду, причащать тебя не буду. То есть он их предупредил. И уж тем более вакцинацию никак нельзя рассматривать как признак апостасии. При этом должен сказать, что неуместным и греховным является рассуждение о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода, как обутовы печати антихриста. Грехом является и сеяние паники, что мы видим повсеместно. Такие рассуждения уводят людей от понимания того, что порабощение антихристу состоит в отказе от верности Господу в своих делах, словах, в отказе от пребывания в церкви. А пресловутая печать является лишь внешним знаком, видимым выражением совершившейся апостасии, от которой будем твердо хранить себя в любви ко Христу. Вот вам обличительные слова сообразны со здравым мучением церкви. Не прививкой мы отрекаемся от Христа, а своими делами, своими, а не чужими грехами. Мы в церковь приходим каяться, просить и получать прощение, причащаться самого Христа и исправлять свою, а не чужую жизнь. Перестал ходить в церковь и причащаться, потому что священник появился. Вот враг и достиг цели. Ты сам по своей воле отрекся от Христа делом и принял невидимую, но действенную печать отречения. Ну теперь радостно, скоро у нас Рождество Христово, Новый год, буквально послезавтра, завтра. Тут уместно напомнить просьбу Христа, обращенному каждому из нас. Чтобы мы не мешали детям приходить к Нему. Детям и людям взрослым, которые еще дети в вере. Не надо быть злыми кощейми, бабками-ежками, которые пугают всех Дедом Морозом, Снегурочкой, Новым годом и прочими страшилками. Не надо делать из православия магическое пугало. Я думаю, что ничего страшного не случится, не произойдет, если мы вечером 31 декабря, после новогоднего молебна, в нашем храме, на который всех приглашаю в 18.00, придем домой и поздравим своих близких с Новым годом. Позволим им сотворить дела любви и подарить нам и нашим детям подарки и самим сделать то же самое. Не будем гневно облегчать Деда Мороза и Снегурочку. Наш Дед Мороз, он православный, крещеный и добрый дедушка, дарящий радость и подарки детям. А не злобный лесной дух убийца, как любят рассказывать некоторые такие супер православные люди, ленивые на добрые дела. Он может быть и был когда-нибудь таким до крещения Руси, но мы его взяли себе, отогрели любовью, крестили, и он теперь полностью наш добрый дедушка. Не будем уподобляться большевикам, которые на заре советской власти в борьбе с церковью отменили даже сказки для детей. И после сами ужаснулись и вернули эти сказки, так как выросло целое поколение морально неполноценных людей. Для ребенка очень важны добрые сказки и надежда на чудо. Мы же с вами в детстве верили, Деда Мороза, практически все. И это нам не помешало уверовать во креста, и мы все здесь стоим в храме. И это и есть главное доказательство, что Дед Мороз нам не враг. Дарите другу подарки, говорите добрые слова, радуйтесь с радующимися. Сами же при этом воздерживайтесь от греха. Совсем не обязательно, если мы ради любви сели за стол с нашими близкими и усилились во все тяжкие. То есть начали заливать себя костеньким вином, кушать безмерно, потом устраивать скандалы, бывают и драки. И такое нередко бывает с православными, Господь попускает для смирения. Поэтому будьте бдительны, не расслабляйтесь. Будьте во всем умерены, кроме любви и добрых дел. Доброжелательность, общительность, служение ближним в терпении, есть в христианские добродетели. Для чистых все чисто, а для смиренных и неверных нет ничего чистого. Сегодня мы читали в апостоле. Желаю всем нам этой сердечной чистоты. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok